А почему вы мусор сюда кидаете? Вы нарушаете закон. Мусорные баки выстроились в ряд, но по какой-то причине недобросовестные жители предпочитают складировать отходы вблизи от них. – Откуда вы принесли мусор сюда? – Как откуда? – Откуда? – Да вот она здесь дома. – С какого дома вы принесли? – В седьмом. – Что значит в седьмом доме? – Там столовая открывается, еще карантин час не открылся. Типичная картина – договора на вывоз мусора нет. Но отходы сотрудники ближайшей столовой выносят исправно. Тем самым пополняют и без того огромную кучу мусора. – Мусор валяется же, вот сколько пить, да? – Ну, я первый раз, вот так, не знаю я. Теперь этим фактом займутся надзорные органы, а столовой будет выписан штраф. – А это куда? Оставляйте забрать с собой? – Нет, это ваш мусор. Меняем точку. Картина та же. Двое бравых ребят решили не заморачиваться с утилизацией старой плиты. Предпочли просто привезти ее и выкинуть у ближайшей контейнерной площадки. Фиксируем все это на телефон и начинаем разбираться в мотивах. – Молодые люди, а почему вы это сюда выкидываете? – Дайте, пожалуйста, комментарии. – Молодые люди. – Ну, хорошо, я ваши номера передаю в полицию. Отец с сыном пытаются скрыться в машине. Очевидно, что подобный экшен для них привычное дело. – Вот это, что вы привезли, заберите обратно. – Нет. – Да, вы обязаны это забрать. – Вы отправьте в полицию это. Вот когда полиция меня обяжет, вот тогда я приду, приеду и вывезу. Контейнерные площадки оборудованы достаточно просто поместить мусор в бак, а не бросать рядом. Тогда и штрафа удастся избежать. Отношение к утилизации отходов должно быть разумным. – Очень хочется, чтобы слово «мусор» вообще ушло из нашего лексикона, а пришло слово «отходы». Чтобы они делились на вторичное сырье и те отходы, которые мы можем перерабатывать. Рейды будут продолжены, площадки очищены, а нарушители наказаны. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».